так значит как я сделаю чтобы вам было наглядно значит я включу стрим дискорде вот туда зайдете ну допустим экран просто включу так можно взять в принципе убийство какое-то включить чтобы просто на словах потому что хрен чё понятно будет ну давай например мы откроем так что у меня не грузит страницы что не могу понять а вот грузит так ну вот например йог сейчас откроем перемотаем ну тут 25 но не суть то же самое все десятки просто людей меньше так не показывает сейчас короче у меня два кубика такие в центре ну ну ладно а ты кто этот ультана ультана это который хант первый день на антида месяц месяц на храбе месяц все понял как венчик работают три дня короче звука не будет так как экран демонстрирует там звук вроде не пишет ну вот значит этот уж на звук чтобы их не слушать вот значит босс да так тут люди бафаются чего вот перемотаем значит бой состоит с трех фаз танки на первой фазе идут под вот эту бабу и под нее подводят напуливают вот этих мобов если не ошибаюсь по официальному там 9 надо их взорвать но здесь то ли у них взрыв сильнее бьет вот эту бабу то ли 6 то ли 7 их не знаю точно ну короче вот в районе от 6 до 9 их надо взорвать и чтобы взрыв они когда умирают они взрываются эти мобы поэтому только танки тут стоят про миликов не буду говорить но нам это без надобности всегда будут только rdd забивать их а милики вон там вот печенька видите да печенька и рддшники хилы там стоят задача тех кто там стоит печеньки у рдд их задача не касаться вот этих облачков пара зеленых которые вот видите да на экране сейчас где там пауза блять вот вот эти облачка они автоматически сами по очереди по одной штуке по определенному таймингу сами активируются из них появляется моб вот моб этот он касс у него есть и этот касс стрелы тьмы посылает в этих остановлю во всех игроков этот касс сбивается в принципе танки дкашники вары сбивают спокойно вот какое-то количество мобов убили да вот эта баба она переводит босса на фазу на взлетает там чуть вверх и вылазит босс вот суть какая если люди которые в печеньке стоят с рддшниками схилами вот эти бегают и бьют этих мобов в центре если они сорвали агро то бывает дебав который бав который мобы на себя вешать или вот эта баба на мобов вешает который не дает не дает не восприимчивость к таунту вот это вот очень важная проблема поэтому мобов нужно бить либо после напула либо после того как они уже пришли к танкам и танк их там пару раз щелкнул чтобы они точно уже были на танке это очень важно Потому что если моб прибежит в рейд, его и будут, ну, бывают такой глупенькие ДД, РДД, начинают долбить, месить его в рейде и еще стоять под его ногами. Произойдет взрыв и люди помрут. Вот, поэтому, как бы, заводится в центр, мобы убиваются. Фаза вот первая простая. Самое основное, не касаться облачков. То есть, оббегать их прям метров за 10. Вот, если давай назад промотаем, вот они бегают. Вот печенька, они не касаются облачков. Вот я на танке, тут бегаю, вот этот вар. Вот, ну, тут моб не таунтился. Вот, и сколько-то мобов они срывают, значит, переводится босс. Там начинают какую-то фразу говорить. Вот эта баба взлетела, вылез босс. Сразу же появились щупальца. Щупальцы три вида. Это уже вторая фаза идет. Первая простая, тут ничего сложного нет. Уже на практике будет все видно там. Все проблемы прям по ходу дела будут озвучиваться. Кто понимает, как ходить, будет на него метко ставиться, и все будут ходить за ним. Вот, тут ничего сложного. Появляются три вида щупалец. Вот, значит, все должны бить. Этот босс вообще сам по себе, он очень сложный энкаунтер. Он требует от каждого игрока в рейде, а вообще от всех классов, полную отдачу. Вот у вас должно быть на панели все. Все способности. Паладин, Ретрик, Холипал, даже Танк, Паладин, даже Друид, Мишка, Сова, Кот. Они должны все диспелить. То есть, если в рейнже в твоей есть в 30 метрах досягаемости, есть кто-то, на кого вешается. А тут вешается четыре вида дебафа. Сейчас покажу. Вот, значит, вот эта щупальца разлагающая, вот, которой Рывок сделал, оно кастует четыре каста. Четыре каста на случайных игроков. Это магия, болезнь, проклятие и яд. И все вот эти четыре дебафа надо диспелить. Ну, Паладин вроде как три из них диспелит, по-моему, проклятие. Так, что-то эхо какое-то. Так, вот, значит, приоритет убивания щупалец. Там сзади я оставил удушающие щупальца. Сейчас вот. Оно хватает, под игроком случайно появляется, вот оно внизу экрана. У него очень мало хп, там, 1100, 200, не помню. Оно разбивается в первую очередь, чтобы человека освободить. И тот человек, который в нем висит, если там, допустим, ретрик, вар, ну, любой ДД, РДД, он тоже может бить и прям кастовать. Когда его щупается, держит за пузо, он может прям кастовать, бить его тоже. Вот, то есть это чтобы он не, 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 не висел там, то есть я, я там не могу себе помочь. То есть он тоже может бить. Но оно, конечно, сжимает, наносит дамаг какой-то, но это все хилится. Вот, самое основное, вот это первое убили, это приоритет. РДД, если брать рейд, вот этот 25-ку, но мы как бы десятки, РДД сразу идут всегда на большое. Милики вот этот щелкают быстро и идут на маленькое. Вот, дальше смотрим, значит. Вот это маленькое щупальце, это второе по приоритету вообще для Милика. Милики большое вот это не бьют. У нас сейчас Миликов в рейде нету, сейчас объясню про большое. Вот это вот среднее убивают, оно 4 дебафа вешает. Убивают, все, дебафы перестают вешать. Каст сбивается, кстати. Вот, значит, немножко вперед. Значит, вот вы увидели, появляются лучи. Вот зеленые такие полоски, это они еще не активировались. Они только обозначились, что вот в эту точку будет луч. Сейчас включим. Вот, и еще смотрите, красная линия, вот остановил, соединила двух игроков. Как на лане, знаете, если кто в CLK. Там такая же тема, там сбегаешься. Знаете же, да? Кто-то знает. Вот, там такая же тема, пакт называется. Но здесь особенность в том, что вы сбегаетесь, он не исчезает, и вам нужно бегать вместе. А если вы находитесь больше 15 метров в ренже друг от друга, то у вас тратится здравомыслие. И тут мы с вами подходим к самой важной фигне. В правом верхнем углу экрана, находится вот возле циферки 2 категории, находится такая, мужик за голову держится. Вот эта штука, это здравомыслие. Ее изначально в бою, вот, кстати, табличка всего рейда нарисована здесь, возле Омена, вот этого чата. Там у всего рейда указано здравомыслие. Оно изначально, с начала боя сотка. Вот, и это здравомыслие, оно всеми способностями, которые босс наносит урон, оно тратится. Вот, в частности, в секунду, или там, или в 2 секунды, или в секунду, какое-то количество здравомыслия тратится, когда люди вот на вот этой красной линии находятся. То есть, они далеко друг от друга не сбегаются, и они будут тратить это здравомыслие. Что произойдет, когда здравомыслие сотки опускается на ноль? Человек берется под контроль боссом, и особенность этого контроля в том, что даже если человека убить, и потом воскресить, он воскреснет опять за контроленный боссом. Вот, в этом вся особенность. То есть, это здравомыслие, очень важный показатель здесь. Потом про этих хранителей еще скажу, что они делают. Значит, щупальца, два маленьких убили, да, одно удушающее хватает человека, второе дебафы кастуют, убили. Большое, большое бьют РДД. Особенность большого в чем для танка? Здесь как бы не показано, но старые видосы искать сейчас долго будет. Так на словах объясню танку, он в принципе поймет. Оно кастует один-единственный каст ослабления. Его бьют РДД, на нем там какие-то стаки появляются, но это не суть. Оно кастует каст ослабления. Вот как только ты увидел полоску каста ослабления, он его, полоска такая появится, и она как бы, как ченнелинга будет, как поддерживаемая такая фигня, она то ли 10 минут, то ли сколько, ну не суть. То есть ты увидел, что он кастанул эту полоску каста ослабления и поддерживает. Вот щупается, когда живое. Вот, задача танка очень простая. Подойти и дать одну тычку автоатакой. Этот каст собьется. Этот каст на весь рейд вешает дебаф минус 20% наносимого урона. Это очень серьезная фигня, учитывая, что если кто-то не одет или кто-то умер, вот очень важно, это не прошляпить. Понятно. И отпрыгиваешь, потому что если начнешь еще там удары наносить, то это щупальца, оно бьет как ударная волна протовара, и оно бьет в большом радиусе, и в ту сторону вот кто его бьет. И если кто-то в это время будет находиться, там хилы, РДД, милики, и просто щелкнет, убьет, там урон большой очень. Вот. Дальше смотрим, что люди делают. Вот лучи вот эти, видите, появились. Они сначала были ниточками, потом появились и стали двигаться. В них просто нельзя, их нельзя касаться. Это несложно. Просто оббегайте подальше. Смотрите, как они двигаются. Примерно себе рассчитывайте. Если, допустим, луч идет в ту сторону, ага, можно где-то пробежать. Ну вот мы бегаем. Вот. Так, вот щупальцы появляются периодически еще раз. То есть вызываются с определенным таймингом. О, еще особенность тут есть, но может где-то сейчас увижу. Вот, значит порталы, сразу с порталов. В 25-ке их 10, в 10-ке их 4. Вот как на босса смотришь, на его пасть открытую, из входа, куда заходишь в комнату, квадратиком, ровно по углам, правый верхний, правый, это, левый верхний, левый нижний и правый нижний углы. Вокруг босса квадратиком, вот как на него пасть смотришь, появляются 4 портала. Это в десятке, что у нас будет. Вот, в эти порталы заходят ДДшники. Там, в комнате, ну про комнату рассказывать, это тоже видос надо искать. Комнаты 3 вида бывают. В комнате будут мобы, либо драконы, либо, не помню, какие там мобы, там в комнате, в темной такой, вот как рыцари черного клинка в этой, в ледяной короне, такая комната. И комната с доспехами, как какой-то альянсовский зал, и там доспехи такие. Эти мобы будут с полоской хп над головой, не красной, а желтой, они типа нейтральные. Вот, но их надо бить. Когда их начинаешь бить, они превращаются в щупальца. Эти щупальца возвращают 33% урона, нанесенных по ним в виде магии тьмы по игроку. Поэтому нужно бить осторожно и следить за своим хп. Вот, ну в частности, если в десятке, допустим, туда идет 9 РДД и 1 хил, как правило. 5 человек с одной стороны идут, по левой стороне, там, как правило, круг или квадрат комната. Вот, 2 круглые и 1 квадратная. И убить щупальца нужно. Когда щупальца убиваются, все в комнате, которые есть, сзади, где люди появились в этой комнате, открывается прозрачная стенка такая. И там мозг такой прозрачный этого босса. Вот, этот мозг нужно добить до 30% и будет последняя третья фаза. То есть, с босса вот этот купол спадет, его невосприимчивость, и начнется последняя фаза. Так, давайте перемотаем. Вот, сейчас, чуть назад. Ну, я видел, да, на нем появляется такой каст. Оп, ну там, сейчас появится. И, типа, надо. Вот, сейчас я остановил. Вот, смотрите, зеленая параша сверху полетела. Вот эта вот Сара, она кинула в человека зеленую фигню. Это как локовский койл действует. Но фишка в том, вот сейчас ДБМ. Ну, короче, вон, ДБМ на ДК-шнюю кометку вывешал миловидное вон в этом Вуду. Там фишка в том, что оно 3 или 4 секунды висит на человеке. Человек в дезориентации бегает. Не снимается никак, оно здравомыслие там 4 или 10 снимает. И фишка в том, что если в радиусе 10-12 метров возле этого человека кто-то еще будет стоять, то он перекидываться будет так бесконечно. Вот этот черепок, когда ДБМ вешает. Вот это тоже особенность вот этой второй фазы. Ну, а так, что тут? Щупальцы появляются. Особенность еще вот в чем, что в мозге, когда все маленькие щупальцы убьют, вот эти большие снаружи, они замораживают. Сейчас вот будет, вот видите, сияние такое, как они как будто в бан ушли. Вот, мы там через Дискорд переговариваемся. То есть, они там, мозг у них 30, сколько там, 30 с чем-то процентов, там, или 40. Они его не бьют, потому что если они его начнут бить, щупальца снова начнет это самое, ну, как махать, то есть, вот эту фигню. А там, как правило, мелики подбегают бить. Ну, вроде, то ли нет, мелика вреди, то ли мало их. Вот, ну, в общем, они бьют. Да, вот мы с танками подвигаем, бьем. И как бы им даем знать, что у нас щупальца большое. Вот, и как только уже мы его добиваем, тогда они добивают мозг. И в это, выпрыгивают через 4 портала, там, внутри головы босса. Выпрыгивают сюда. Все перебегают сюда, к пасти босса. Вот их выкинуло всех из пасти, вот они вылетают. А, это еще, это они первый раз заходили. Ну, давай, перемотаем. Вот они второй раз зашли. Сейчас. Ну, вот, в общем, последняя фаза, все, что нам надо. Последняя фаза, то есть босс без барьера. Значит, это 25-ка. Тут, как бы, один танк берет одно количество, он был в другое, другое. Вот, но у нас для десятки будет один танк. Суть в чем? Сейчас, значит, покажу. Вот, остановил, стоп-кадр сделал. Вот эти вот фиолетовые лучи означают, что, ну, над боссом висит черепок такой на последней фазе. И он периодически, ну, чтобы не соврать, по-моему, 4 секунды кастует и 6 секунд не кастует. Ну, вот что-то вот в районе такого примерно. Точно я прям по секундам не скажу, но вот примерно так это выглядит. Когда он это кастует, чтобы в вас не шел этот луч, нужно отвернуться лицом от босса. То есть стоять к нему спиной. Вот, если вы будете стоять лицом, вы будете, первое, терять здравомыслие в секунду по 4 или по 6, по 4 вроде. И получать урон. Урон, как бы, надо захиливать хилам. А там еще и танков нужно держать на фл хп. Вот. И это... И, ну, сами знаете, что если здравомыслие в ноль опустится, тут вроде кто-то в контроль идет, то человек будет под контролем. Вон там вот этот рога с печенькой здравомыслие потеряет свое. Вот скоро сейчас перемотаем. Суть мобов в чем? Вот эти мобы, они очень сильно бьют в миле. И кастуют каст периодически, похищение жизни. Ну, каст сбивается. В миле бьют, это как бы танки их, это, держат. Если бобов бить, то мобы уменьшаются в размере. И, соответственно, начинают меньше физического урона наносить. Босс еще кастует периодически оглушающий рык или что там, оглушающий рев. Вот взгляд безумца. Так вот, люди отвернулись, захилили их. Так вот. Сейчас каст будет. Вот оглушающий рев. Блин, я его вуду, по-моему, не забил, надо будет забить. В общем, смысл этого оглушающего рева в том, что он вешает... Там физ урон маленький идет, там по несколько тысяч по рейду, по всему. И он вешает на весь рейд сало. То есть, никто не может ни хилить, ни кастовать. 5 секунд. А 5 секунд, извините меня, можно 2-3 танка проебать. То есть, ну, очень важно. Значит, особенность в чем? Чтобы не получить это сало, единственное, что может спасти, ну, это либо бабл паладина, либо у других паладинов есть такая аура, третья. Первая броня, вторая ретрика, третья аура сосредоточенности. Значит, когда паладин с этой аурой, вот, допустим, это ретрик или холипал, ретрик берет и нажимает мастер ауру, желтая такая обилка, способность, паладины знают. Вот тут протопала, только что нету этой фигни. Вот. И эта штука дает невосприимчивость к этому эффекту. То есть, люди не получают сало и продолжают хилить танков спокойно, и все как бы бьется дальше. Вот. В чем особенность этой штуки? Если кто не знал из паладинов, то, чтобы передать другому паладину ауру, нужно с этой ауры уйти, а другому паладину на нее зайти. Ну, и как бы они могут одновременно вместе на одной быть, но это не профитно. То есть, нужно быть под тьмой и сосредоточенностью здесь, на этом боссе. Тьмой бьют и танков, вот эти похищения жизни тьмой, и черепок этот, фиолетовые лучи поредуют, тоже тьмой бьют. Но смысл в чем босса? Танки как можно больше мобов держат и живут. Если у рейда не хватает дпс босса быстро убить, то начинают сливать мобов. Ну, а так, в идеале, должны, пока танки не сдохли, зазергать босса, забить. Ну, при том, отворачиваясь периодически от него. Ну, и теперь особенность про хранителей. Здесь включен только один хранитель, Торим. Каждый из четырех хранителей, которых мы убивали, они дают определенную помощь на этом боссе. Самую важную помощь дает Торим. Он вот этих мобов, когда они уменьшают, они, кстати, бессмертные эти мобы, вот они до 1% хп уменьшаются и дальше все равно живые остаются. Вот. И похищение жизни, когда кастуют, и на них еще босс вот этот фиолетовый над их головой маяк кидает. Он хилит вокруг мобов. Если мобов рядом с боссом держать, то они босса захилят. Вот. И суть в том, что нужно, что Торим их на 1% хп добивает молнии. Вот, автоматически. В этом суть. То есть, это сложный режим, но как бы не суперсложный. Самый сложный, это когда вообще без хранителей. Вот там все идет прям. Идеально должно быть ДПС, все суперидеально должно быть. Паладинов побольше должно быть штук 4-5, наверное, чтобы каждый оглушающий рев перекрывать, чтобы хилы-хилели постоянно в сале не стояли. Вот. И как бы эти мобы, они в случайной точке комнаты появляются. Тоже очень важно танку обзор очень хороший иметь, как вот здесь на экране показано. Это очень важно. Потому что если появится моб, он может возле босса появиться и щелкнуть какого-то РДД или хила, и все, и будет вайп. Вот в этом вся сложность этой фазы. А так, на самом деле, ничего сложного. Отворачиваешься либо по команде, либо, ну, лучи заметил и отвернулся. В принципе, босс кричит в этот момент, если у кого-то звук в игре есть, ну, и ДБМ опять же все показывает. То есть все эти аддоны и звук в игре помогают. Ну, РЛ тоже, как бы говорит, отвернулись, но люди со временем там пару раз на этом боссе поубивают его и все, и дальше будут сами смотреть. Ну, и вот и все, это как бы весь босс. То есть супер тут такого. Ну, знаешь, как он на третьей фазе убивает? РДД-шки просто отворачиваются и заливают АУ-Есть. Не, можно так, конечно, если позволяет одетость. В десятке вы убивали? Да? Ну, так там все, 290 плюс были. Да, в десятке, 290 это позволитель. А в 25-ке так не получится. Во-первых, мобы могут и в боссе появиться, их зацепишь. Ну, там танку как бы надо среагировать. Во-вторых, от дамага вот этого АУ-Ешного по боссу, ну, будет его, ну, значительно меньше, чем если бы люди нормально полноценной дотки вешали. В общем, в любом случае надо... Ну, АУ-Ешки тоже, как бы, это самое круто. Я когда отворачивался, допустим, там, или за Лока, или за кого, Лок может кастовать спиной похищение души. ШПшник может пытку спиной кастовать. Ну, главное начать лицом и отвернуться. Тоже можно. Ну, опять же, главное за вот этими циферками следить. Вот Рога в контроль ушел, да, вон, печенька. Он его сейчас убьют и не будет трестеть уже потеря ДПС. А тут, как бы, у боссов 25-ки очень много ХП. Тут и то, там, двух людей нет. И ДПС, вон, какой у них там. 39, 33, 32, 30 тысяч. Ну, и там дальше меньше идет. Вот, как бы. А, ну и хранители. Торим, если добивает молнии, Фрея... Фрея дает столбы света зеленые такие, по краям комнаты. В этих столбах света восстанавливается здравомыслие и снижается дамаг на 50%. Ну, пока в столбе стоишь. И ХП, по-моему, лечится еще. Ну, в здравомыслии вот это вот восполняется. По 20 или по 10 в 2 секунды. Ну, короче, вот примерно такой эффект. Так, потом кто? Хадир. Хадир, который ледяной, он один раз спасает от смерти одного человека раз в минуту. То есть, если кого-то, допустим, нанесет ему смертельный удар, кто-то, какой-то моб там или босс, то этот человек заключается в глыбу. Не помню, кстати, можно ее снять или нет. Какими-то способностями не проверял. Но он заключается в глыбу, но не умирает. Как бы спасает его от смерти. Раз в минуту это Хадир дает. И Мимирон. А Мимирон замедляет все косты. Мобов, босса, щупалец. Косты замедляет на 300%. То есть, в 4 раза замедляет. То есть, если они кастуют по секунде, то будет 4 кастовать. Вот. В этом помощь хранительней всех. Ну, у нас так как 4 все включены, то у нас вся их помощь будет. Ну, помимо вот этих вот особенностей, что они помогают, они еще каждый по 10% увеличивает урон и по 10% ХП. И, по-моему, еще что-то. То ли отхил, то ли что. Ну, увеличивает. Как в целом, как, короче. Накапливается баф большой. Вот. Ну, от этого, конечно, зависит лут, который у нас будет выпадать. Так, где там? Че, на главный забыл сказать. Ага. Пару надо поцеловать на второй фазе. Ну, это ачивка. Я делал ачивки в этом, на циркуле. Я делал. Прикол был, когда я первый раз пошел. На юге был. У меня руки, зеленая рука ребяти. А я побежал в другой зеленую. Так, ну, давай просто для примера посмотрим. Киоксарон. Ну, вот, к примеру, вот этот сложный режим, вот эти шмотки, да, выпадают. Они выпадают только в сложный режим. По-моему, они выпадают, когда плюс один. А вот, ну, то есть один хранитель есть, а остальных трех нету. По-моему, вот так. А когда два хранителя, три, четыре есть, они не выпадают. То есть вот эти шмотки не будут выпадать. Ну, и то же самое 25-ка. 25-ка тут что у нас? Тут крутые шмотки. Алибарда, кольцо. Слава Божа. Тут я смотрел видосик, ну, днем, по поводу, ну, там был 25-ка, там были бессмертные стражи на заключительной спазе. И их от двух отводили, и ханты забирали к себе. Да. Вся-таки-то полный, да? Нет, ну, смотри, особенность в чем. Это, скорее всего, с Офа видос. Когда первый раз его в мире убивали, китайцы его убивали первый раз в мире, ну, это, то есть на Офе, там, все, вот это Лич Кинг, то есть не наш Сирус. Тут Сирус-то все проще, то есть за счет того, что тут Т5 на Т4, вот эти циферки большие урона у нас. Ну, и как, соответственно, и ХП тут накрутили. Там особенность в том была, что босс в десятке на одного моба случайного кидает маяк. Ну, давай сейчас откроем его, если мне тут не забавилось. Если здесь нет, то тогда не говори, чтобы мы... Не, не, оно все это есть. Просто особенность в том, что там они делали это, потому что по-другому не получалось убить. Давай, где там? Третья фаза. Вот бессмертный. Усиление. Так, ладно, бессмертный. Третья фаза. Где его способности-то? Вот Йоксерон. Вот он, маяк тени. Взгляд безумца, это что я говорил вам. Вот мы читаем про наш десятку. Это вот 15 тысяч урона от тьмы. Сейчас взрывомыслие 4% раз в секунду. Ну, там 4 секунды вроде идет. Или 4, или 5 кастов. 4 вроде. И маяк тени. Вот это параша, из-за которой ханты отводили мобов. Цель становится маяком для сгущения тьмы Йоксерона. Вот над головой появляется такая фиолетовая фигня. Придает сил союзникам в радиусе 20 метров от цели. То есть вокруг мобов 20 метров все мобы будут хилиться, восстанавливая полляма, считай, здоровья в течение 20 секунд. Ну, там, я не знаю, больше, не больше будет. 25-ки вроде больше должно быть. То есть особенность в том, что то видео, скорее всего, которое ты смотрел, они делали плюс 0, а плюс 0 это когда хранителей вообще нет. То есть мобы физически не могут умереть, но их бьют. Их бьют для того, чтобы они не шотнули танков. И вроде как, если не ошибаюсь, ну, можно даже для интереса видос посмотреть, но я не знаю, как вы хотите вы сейчас заниматься или нет. Я как бы это все это видел. Они держали мобов возле босса, потому что милики били и босса, и одновременно еще ауешкой мобов задевали. То есть те же роги там веером, да, пленков. Они... Ну, нужно было не терять урон. То есть нужно же цель босса убить. А мобы-то они бесконечно будут появляться. И берса еще есть у босса. Вот. И они как бы били. И особенность была в том, что в 25-ке он кидает маяк вот этот на трех мобов сразу. Так вот у них там на первом в мире убийстве было три ханта, которые то ли макросом каким-то, то ли супер какой-то реакцией выводили вот этих мобов на себя отвлекающим выстрелом и отводили их из-под босса. Вот. Тем самым, как бы, я не помню, сколько там маяк, ну вот 20 секунд маяк висит. Считаю, они его и лекатели, или что. Плюс на Офе и на других серверах скорее всего эти мобы контролились. Они и замедлялись. А тут их сделали вообще, то есть невосприимчивыми контролем. То есть поэтому здесь тактика немножко выменялась на Сирусе. И стало так, что... То есть нужен ДПС. В конце нужен ДПС на этом боссе. Я не знаю, в принципе, мы с вами можем пульнуть даже без двух людей. посмотреть просто. Потому что это все круто, конечно. Все рассказывать нам можно и побегать. Так думайте. Хотя у нас один хил в этом минус. У меня тут хил есть, но я сейчас вряд ли что сделаю на нем. Ламинат написал. Пойдет, он упадет. Считай, танк будет. Тут эти скорости. Вообще, второй танк тут, он бесполезен. Нет. Я с вами не пойду сейчас. А что? Да. Нет. Сейчас на работу скоро вставать уже. Да я плюс в тягах немного. У дядьки годовщины сегодня была. Ну, я с вами. Понятно. Так что давайте без меня. Я послушал, да, как бы. Ну, прикольно побегать. Ну, все время как-то что-то не вовремя. Вчера не вовремя, сегодня, ё-моё, блин. На пятницу уже вся пятница с субботой забита. Побегал бы запросто. Легко. Ну, хлопцы, извиняйте. Ну, так-то жизнь есть жизнь. Не бросать же жизнь ради игры. Так что это. Ну, а в этом как-нибудь поносимся обязательно. Да, конечно. Вот. Ну, и что, мы с вами, получается, просто разобрались. Ну, в принципе, нам гораздо более. Ну, я не знаю, у кого где-то брать из гильдии. Что-то не пишешь. А любых человек добирать уже, как бы, кто знает, хотя бы что-то и погнали. Я зашел-то так на полчасика. Двелики собрать, да. А что, у тебя полчасика нет? Мы тут долго как бы не будем, я думаю. Вот сейчас полчасика у тебя есть? Ну, сейчас полчасика есть. Ну, так пошли тогда, давай, пати. Ну. Давай, тройнем, хотя бы. Давай, я на салу пойду. Это танк, да, Варь? Я не с самого начала был. Я буквально вот последние минут 15 зацепил, смотрю, вы там что-то общаетесь. А, так это не важно. Тут у танка задача вообще легкая, мобов потанчить. Ну, все, вы, если что, кричите, я слушаю хорошо, я как собака. Да, конечно. Сказать не могу, а все понимаю. Я могу сказать, чтобы ему это, большого откнуть одним кулачком, и все, и... Да там это, скорее всего, не понадобится, мы убьем. А что у нас, кто-то еще найдется, там, аж лоу какой-то. Определуйся, я сейчас с собой выйду, пати. Сейчас с собой зайду. Ага, ну давай. Но проблема остается в этом, в хиле. А, подожди, холипал эрдру есть, так и все нормально. Все, да. Да мы даже... Да мы даже, наверное, в 9 тел, скорее всего, убьем. Да, вон, покричайте, все, еще раз. Определуйся на минуту. Все, это... Йога. Вон, это... Пати и... Прикритав. А что за дебаг? Вероятность уклонения снижена. Ну, это... Зональный, как в ЦЛК. А это пофигу, у меня на полированный. А здесь вообще, мечики как танки, они не очень, да? Все танки, все нормальные. Нормальные? Конечно. Ну, что, давайте тогда... Тройнем так. Что, мы будем время терять? У человека полчаса есть, так что. Приставим. Давайте, пожалуйста. А, значит, особенность, давайте в чем мы с вами сразу договоримся, чтобы потом... Где эта фигня, метки ставить, 3D, что-то у меня... Ммм... Не видно этой панельки. Так, что, я один воин, я, наверное, на АП буду играть, да, чтобы... Подбить его, да, дамажить? Эээ... Да, в принципе, на последний можешь на ХП перекричать. Так, сейчас... На ХП у меня там... У меня особо... На 2, 200 всего лишь... А ты только скажи ему, чтобы он, этот, АП к себе тащил. И все. Первое. В начале. В середине убить его, это, возле бабы убивать его. Могов. Возле какой бабы? По центру которого... Да, по центру... Да, да, да. Да. Ну, все, чего, господи. Всех мог туда тащить, да? Да, да. Все, не вопрос. Вы, если что, если, короче, у меня, это, камера далеко не отходит, я как слышал, там обзор нужен, то это, если... Скорее, я тебе сразу могу по настройке по обзору подсказать. Я так говорю. Если я кого не затянул, то вы это, это, загребите и ко мне подтягивайте, я заберу. Да, да. Вот, смотрите, поставил 4 метки. Ну, примерно, не там, не в них будут порталы, а примерно по тем сторонам. Распределимся так. В комнату, в комнату нужно... Я думаю, пойдут... Кто у нас... Ну, ультана не пойдешь, наверное, останешься здесь. Пойдут 2 лока и хитрозадыч, и с ними пойдет эрдрушка. Эрдрушка, выбирай какую метку тебе удобнее. Давай, ты будешь с ромбика заходить. Хитрозадыч, давай, звезда. И 2 лока между собой поделите... Что там сзади стоит? Треугольник и печенька. Между собой поделите, какую хотите. Это... Это будете заходить, 4 портала вокруг босса будет... Ваша задача зайти в комнату, увидеть желтых мобов, начать их бить. Если бьете, то не бейте сильно, чтобы по вам дамага много не проходило. Эрдрушник у вас там походит. Когда... Только когда убьете мобов, и откроется... Появится надпись мозг открылся, там комната. То тогда даете ауру бега и бежите в мозг бить мозг. По процентажу хитрозадыч говори в дискорд сколько там процентов у мозга слили. Вот там будет полоска такая. Мозг будет минуту всего лишь позволять вам быть в комнате. Вот. И когда эта минута кончится, вам за 5 секунд до этого нужно нажать на порталы. Там в комнате с мозгом из портала и в них выйти. Потому что если вы не выйти, вы возьметесь в контроль. Все. Остальное все по ходу дела будем говорить. Все. Пошли. РДД. Стоим в звездочке. Танк идет в центр. Под эту бабу. Под юбку. Вон активировалась лужа. Не. Не. Ребята. Не звездочка. Не вот это 3D, а я звездочка ШП, который прыгает вот этот вот. Все. Вот. Угу. Со мной бегаем. Во. Ханты напуливаете. Немножко назад. Звездочку встаньте. Это. Вот эту блужу не заденьте. Сова. 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 Назад. Назад. Звездочку. Ну. Ладно. Это в принципе. С годами игры только все это будет понятно. Потому что две лужи одновременно сейчас будет ему тяжело ловить. Вот. Звездочку встаньте. Активировали. Уже смотрите. Три лужи. Четыре. Вызывают мобов. Ладно. Сейчас посмотрим. Пусть на это и все. Бейте мобы у которого меньше хп. Давайте поставлю метку. Черепов бьем. Но он физически он столько мобов не заберет. Вот в этом особенность вся. Ну. Первый вайп. Ложимся. Все. Можешь не танчить. Ничего. Просто подходим. Все падаем. Спиной встаем. А че? В смысле че? Забираемся? Не. Не. Не надо. Ложитесь. А почему таких много получилось? Ну. Сейчас объясню. Сейчас объясню заново. Покидаем тело. Не лежим. Не смотрим. Заходим в инст. Так. Тогда лужи. Раздевайся. Они тут и прилегают. Покидайте. Все. Заходят. Для чего стоит звездочка на присте. Которые вот я бегаю. У меня над головой звездочка. Она стоит для того. Чтобы во время первой фазы. Вы абсолютно все время. РДД и хилы находились. В звездочке. Во мне. Со мной бегали. В одной модельке. Не вокруг. У меня там 15 метров стояли как хотели. А бегали в звездочке. Потому что я. Не встаю в лужи. Если вы можете не вставать в лужи. Можете стоять где угодно. Но. Имейте ввиду что. Чтоб хил до вас достал. Провал безумия. Последний портал. Подходим сюда. Так. Куда? А. Провал безумия. Да. Последний самый нижний. Едим рыбу. Сейчас все подойдут. Добав. Добав. Лужи. Которые сейчас. Облако. Такие. Зеленые. Ходят на полу. Их нельзя. Никому. Задевать. Вообще. Никогда. Ни танку. Ни нам. Ни хилам. Вообще. Никому. Вот. То что мы их задеваем. Везде побывал. Каждый лужик. Ну вот. И у нас. Это самое. Ничего страшного. Просто тебя на объяснение не было. Все. Я приставал дал. Сейчас еще немножко вкинусь. Глава. Слава. Просьба поменяясь. Звездочка на что-то более. Потому что тут все желто-зеленое. Как бы. Ну давай. На крестик пойдет. Вот. Он виднее. Там еще звездочки есть. Где вот. Портал будет. Еще. Проверка и пошли. Все готовы. Пошли. Танк в центр. Оббегаем. Лужи. Танк. И все тоже стоим в крестике. Вот. Сейчас лужи прошли. Как бы. Мы просто вот тут стоим и ждем. Вот. Появляется лужа. Они по одной. По определенному времени появляются. Вот. Стоим. Нас лужи пока не касаются. Ждем танк. Сейчас центр и подведет под бабу. И мы начнем его бить. Угу. Еще. Хорошо. Замечательно. Это немножко назад. А то что вот это вот лужа в воде идет. Чтобы мы ее не коснулись вот. Лучше наверняка не коснуться. Потому что проблемы нам не надо. Вот. Заверт его. Бьем. Бьем. А уже слишком близко идет. Но вверх подняться. Нет. Нет. Просто можно по кругу ходить. Можно. Вариантов очень много. Можно как угодно ходить. Можно вот так вот обойти эту лужу. Да. Можно просто вот. Пошли за крестом. Только в лужу не зайдите. Можно обойти лужи. И нам еще стоять тут. Секунд 10 можно будет. Давайте мобобьем. Отсюда. Смотри там надо будет сбивать каст. Мобу он будет каст. Давайте. Сделать. Он пока не. А сбил еще. И сюда. Давайте за крестиком сдвигаемся сюда. Чтобы еще время было у нас. Ну мобы щелкаются быстро. Еще парочка или один или два еще моба. И все. Вот лужа в лужа в воде идет немножко назад. Вот только дайте. Чтобы и не задеть. И все. Ждем моба. Он до центра дойдет сейчас. Все нормально. Угу. Ну вообще идеальный танк сбивает косты. Все отлично. Вот последний моб наверное. это самое спримчивость наверно было и бить не надо когда он к нам идет значит этот р дружки креслый в крестик отходим от луж сейчас уже близко резьба вставай выбирай бог это хлопут антре нахаты напуливайте на навара все объемом не лужно аккуратно то ли другое ближе а чё там встал мужик нет ты под бабу кстати мама подводить что прям под бабу под юбкой аграрные оправдали ко мне а то что вырезали там а вот встал я ждал когда в лужу придут но постреляйте вот этого центре сейчас наверно активируется уже все вот теперь могу вот этих двух бьем бери танчи их отходим рддшники от них только танк под ногами лобов рдушник к нам бы подбегай все пойдет отлично ходим вместе с крестиком не дальше 15 метров от крестика так маленького били идем идем другое средняя бить он разлагающая дисплеем дебафф и бьем первую пачку первые три вида щупалец убиваем потом когда появятся вторые уже секунд через пять будет портал и сейчас тусуемся здесь в круге друида не бегать сейчас вот от от черепка отошли от меня но это вот крестика все кончилось маленькая убиваем лучи в зеленый не заходим и идем вон в ту сторону там разлагающие щупальцы где-то еще большое должно быть вот разога пищи объем все значит это самое назначенные люди по своим меточкам вставайте друид есть не ошибаюсь вот от меня отходим от крестика по четырем сторонам босса вставайте сейчас появятся порталы удушающий объем здесь красный луч сбегитесь вместе чтобы учитал белым и бегайте вместе куда надо зеленый большой щупальц выйдите из-под него выйдите уйдите из-под ног у него и бейте его не попились порталы вот туда надо зайти было когда они прям появились мы сейчас теряем кучу времени друид диспелить не умеешь до маленькие не бьем бьем все понятно надо еще разок значит вот я зашел в комнату тут один человек бегает лук я даю снять давай попробуем хоть убить хоть мозг посмотрим с тобой а ну это хп там мало да не хп мало я тут хилился как мог но не бей не бей пока похищение жизни пока студия что кофе не сдох я все я уже откидывал я один получается на все там в контроль взяли все падайте поставите в лучи умираете только смотрите сейчас особенность в чем тела не покидайте пока босс полностью не соведется что у нас по времени но не знаю сколько еще 3 дадим да давай еще дадим особенность его вы когда вот этот мозг да когда порталы появились вот уже с этого момента идет отсчет минуты времени это время дается на то чтобы убить здесь желтые вот эти вот как они называются доспехи что тут иконки мобы драконы будут блок скачетом видел вроде вот только зашел он остальные я не знаю куда делись там то ли сдохли то ли чего вы сдохли кстати скажите а черепок кстати вот этот было черепок кто тогда может меня убить то не могут черепок а вот в комнате про черепок не рассказал вот этот черепок который в комнате от него просто тоже лицом отворачивайся то есть спиной так все понял надо думал как через раз дома да да просто от него отворачиваться и тогда он не дамажить я лучом своим ну и опять же да 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 то есть лицом от их тут три в комнате получается да вот три от них отворачивались между ними там все боссы виделся покидаем тело заходим быть сейчас все то же самое только еще раз насчет порталов объясню это очень важная штука времени дается мало минута туда надо зайти убить щупальца и пойти бить мозг щупальца в идеале нужно убивать за 15 секунд то есть появился портал вы уже возле порталов стыке видели да где четыре портала круга состояние квадратиком напомню еще первый раз я л спиной и не увидел он далеко оказался там я просто не сразу увидела большой лиц не бьем большой щупальца большой щупальца милики не бьют танк ты тоже не парься его только рдд бьют потому что если милики или танковый начнут бить то есть поставить поэтому ногами он шлепнет по рейду щелк я сразу на него и у меня ты только только маленькими занимаешься у тебя вот первая фаза мобы первая фаза мобы кстати вот метка на последней фазе где будем стоять и чтобы вы понимали вот тут лицо босса квадрат вот смотрите еще раз звездочки заходит вот прям давайте я прям не знаю как вам кто-то звездочка хитрозадач заходит в ромбике справа и ближний к нам клык босса под пастью его заходит дерево рдрушник здесь у нас хопал только остается так дальняя метка печенька заходит давай скачу будешь заходить а дальнюю метку какая там треугольник будет заходить кулман понятно да вы запомнили когда я говорю идем по порталам вокруг босса встаете и ждете появление своих порталов там видишь будет будут кидаться всякие способности может они собьются не знаю ну давай попробую если вы прям путаетесь но вот хитрозадачу звездочка рдрушник ромбик скачу печенька и треугольник последний лог так проверка и будем 5 все готовы пошли сова смотри не спалить обязательно ты можешь снимать что а вот в этом в этом и смысл что надо бегать всем вместе чтобы друг друга мы могли доставать мы же бегаем для чего . справа крисов есть крестик перебегаем тучки за нами идут мы можем ее обойти вот если хотите вот так через квадрат и пропустить эти три тучки задут этим аббатом ничего еще успеем его убить и вот сюда перебегите давайте давайте переменять все легкая фаза очень такая спокойная на второе внимание очень нужно убить я буду салпнуть самое главное моба агро чтобы было на тебе и чтобы он под боссом умирают я его пока эти вот этого давай хватай 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 вот этого набирать мужа справа быстрее быстро заводи его на это и она у меня слетает еще можно справа сюда дерево ближе берегу да вот тут вот нас на крестик встаньте шипешника нормально будет послужить за денег мобы тонкий вообще так лучше идет давай между между ними пройдем вот так вот за крестиком проходим мог пойдет спокойно к танку и грейте пока не бейте говорю да не бейте и получат они и так ватны вот все бейте все последний моб танку добиваем сейчас босс вылезет видите смело тоже из центра выходи там сейчас босс вылезет откинет все бегаем вот щупальца бьем большое зерга маленькая зерга про товар косты маленького может сбивать рдд большой приоритет белая маленьким быстро зергается все вот смотрите сейчас появится еще раз маленькие они могут на той стороне быть поэтому внимательно смотрите от черепка отбегаем он на человека кинулся он побежал они вешали в этот маленький объем от зеленых лучей отойдите друг другу не умри красный луч вместе сбегите вместе бегайте внимание метки четыре человека на ком метки вставайте по своим меткам два лока если это тебе этот самый то кто-то зеленый луч забеги кому нужно вознять все объем щупать красный луч сбегитесь быстрее быстрее друг другу быстрее быстрее и нормально еще потом поднимите взрывы заходите кто там звезда заходи ну вот он твой портал вот он вот он кутыка на него тыкай 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 бей этот здесь там некому здесь полить маленькой объем хитрозадыч говори что так делать я не вижу я не стал сам что делать здесь ну желтых могу видите какие там драконы или доспехи или черная комната простые мобы какие-то там вот их вы убили их они когда бьешь их начинают появляться щупальца ну а теперь понял ты мозг убил тебя еще щупальца на ту сторону вон мост идем пойдем 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 вот сейчас уже будет вот сейчас уже выходить вам надо в портал выходить надо с вами заходить надо смотреть я секундомера не вижу почему-то там особенность уже этих аддонов такие у кого дб может разные меня тело не покидайте только вы не заходите за бага сейчас все умрут когда что еще трое даем или все долго не умрём сейчас этого ты ты умирай вставай спиной и ничего не отражает там а чё положите все меня абстракт загнали на 15 минут не успели получается за минуту надо надо быстрее соображать тогда давайте меня на русской скерни поменять кача например нет или наоборот так чё вся фишка в том что те кто в порталах находится до покидать тело заходите вся фишка в том что те кто находится в порталах заходят и убивают в трех видах комнат мобов желтых там есть круглая комната с колоннами с драконами их бьешь и вместо дракона появляется щупальца их убиваешь когда все по кругу убьешь открывается комната в мозг есть круглая комната с доспехами там альянсовский такие типа какой-то зал альянсовский и квадратная комната с черными столбами с этими там по 3 моба стоят небольшую можно тебя две пачки к раздалил там вот эти были танцы ну по повозкам как и видно кто я чё пока тех можно в одну группу закинуть не это да сейчас сделаем тогда вы значит танка сюда давай у нас я короче этот самый скачу ну ты больше дамажешь а тот кулман меньше вроде дамажит не знаю так килл 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 будешь заходить значит треугольник и мне надо еще с вами кого вместо кого-то воткнуться может может вместо хитрозадыча пойти хитрозадыч ты знаешь как лужи двигаются все так что он все на тебе крестик а я пойду а я пойду вместо тебя в звезду с ребятами вот получается у нас в мозг идут кто там скачу вот вторая группа получается мы идем все кроме прокурор кроме хопала хопал либо не это ставьте не знаю вот значит вторая группа вся идет мозг кроме хопала наверху остаются два ханта этот самый кулман танк и чока особенность в чем старайтесь сливать вот эти щупальца которые как они разлагающие побыстрее потому что они вешают четыре вида дебаф холипал может только три вида дебаф с диспелить у нас проклятие могут диспелить только друиды в рейде в магии еще могут на магов у нас нету так что проклятие си повешается я не помню что она там делает какое-то проклятие тоже опасно в общем посмотрим попробуем так в общем первую фазу понятно вторую щупальцами понятно сейчас просто встанем по порталам быстрее заехать еще одно когда короче я вот танкую когда мог это меня далеко и он только на меня его не бейте вы не бейте да потому вы агар сбиваете а у меня этот ё-моё нафиг это провокация на кд и я не могу его забрать обратно да плюс еще не восприимчиво забывает ладно так проверка и пошли еще такой вопрос большие щупальца приоритет или все-таки разлагающиеся маленькие но маленькие они очень мало хп имеют приоритет конечно два вида маленьких купить удушающих чтобы человека освободить очень важно и милишники не бьют на милишник у нас и миликов то и нету а я только один тучку не заденьте спереди осторожно да ты один что у нас мы не бьешь остальные сердечники хилы скачу в принципе понял когда заходить сова я думаю тоже я зайду и погодите вот вот забрал не бейте пока вот забейте ближе к берегу встали все тучка вправо вот крестик стоит на ханте он нас водит от тучек если что ориентируйтесь на него самостоятельно будете будете бегать когда пойдете с пугами в какой-то рейд там можете самостоятельно бегать бежать показать не берет и выходим не за тучками все хорошо не бой и зайди иди туда иди объем этого не бьем пока к не бьем и мочим пока на краешек для случайно задел заберите пожалуйста подойдите справа справа ты ближе к на берегу то что он умер не в этом это кстати я сдох видите в глыбе ставить и дебаф на могу вешается иногда невосприимчивость отводи их центр и 2 из-под мова уходить это было отводить этот стороны рез и калмана быстрее и все еще пальцы бьем стороны рез и калмана калман стал дающе степи стаба и бьем скоро большое появится особенно не разбегаем селилась но он зале больше пошли прям только только не бегайте друг от друга в 50 метрах мы все друг с друга должны все дисплей то смотри сейчас на звездочки этот койл вот хорошо за днем все нормально давайте этот красный луч сбегаемся и давай пилой я буду пошли пошли к лицу а а те надо мне стартало уже будет 15 секунд на давайте ладно это самое ничего немножко по я сдох понятно дело вдох далеко отошли до по другу но давай тогда этот лады портал и иди в комнату он портал и звезду зайди хитрозады щи побей там мозг три челика зашли еще звезду забеги они тут побегают а я никого ничего чухи хитрозады могут и по кругу стоят их надо быстро завалить надо набить и сзади вон щупается разлагающие бейте выйдешь из комнаты у меня не хилят дамы рдрушник а мод мод уже появился рдрушник а то я вот пошли быстро зеленый стол пока здравомышленный кубчик то там все подавать недобили одного недобили дружник ты как вздох в комнате или ты в комнату не зашел он надев комнате чё ты но там черепки такие просто спиной к ним встань и хиль других ты смотрел на черепок да и в тебя лучшую вы давно к шел бешеный просто все резко потому что потому что они смотрели на черепок но это опять еще тройно сдавать в комнате есть черепок такие они в воздухе висят если вы на них смотрите вас персонаж смотрит они вас посылает лучи такие фиолетово так на последней фазе босса будет чтобы не получать дамаг нужно спиной стоять к ним можете все я понял 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 а потом дамажит их и сей спиной разворачиваешься и дамажишь спиной к черпкам туда может по дамажить но по черепку мокль стоит ну вариантов много там как бы смотри надо смотреть как ты бегаешь если круговая комната и ты бежишь по кругу то ты смотришь пробегаешь этот как он называется черепок подбегаешь допустим к нему из полукруга комнаты те нужно щупальцы бить подбегаешь к черепку стаешь к нему спиной поближе к нему он тебя не бьет ты под ним стоишь и слева права развешиваешь дотки ловушки кидаешь и стреляешь по щупальцам так видишь на словах все живу когда-то первый раз все делаю так что все умерли потому что мы все все заходить ну вот в принципе так еще сложно нет это просто посидеть потравить когда понимание людей да я бы тоже сходил я я сам люблю эти порталы очень люблю туда заходить я честно даже не это я зашел смотрю эти вообще ничего не понятно ты говорил про могут они не так но оранжевые надо и надо и заходишь надо пить потому что это щупальца они маскируются под доспехи под драконов и под в темной комнате не знаю не попадалось наверно там подняем подосуды вообще расход да все время то уже спасибо за приятную компанию спасибо не отчего рбк пробежимся начали на рыбу как вы хочет рбк мне по моему еще одна рыба канада еще со вчерашнего